Ну что, всем здрасте, меня зовут Николай, я рад приветствовать вас у себя на канале. Канал про парфюмерию не только, все моим огромные пламены. Если вы чисто случайно сюда забрели, то подпишитесь, у меня здесь бывает весело, интересно и немножечко познавательно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну что, мои зрители, мои постоянщики, кто меня смотрит, мои друзья, знакомые из моего телеграм-чата дали добро. Николай, давай все-таки снимай про синоним, потому что мне второй раз написал менеджер, немножечко расскажу, story time, где-то полгода назад, когда была пиар-рассылка по всем моим знакомым, друзьям, коллегам по ютюбу, все показывали ароматы от бренда синоним, я отказался, скажу сразу, от пиар-рассылки, не хотел рассказывать почему, потому что я не совсем целевая аудитория подобного рода ароматов, ну, собственно, чего скрывать, зачем мне аналоги более доступны, когда в моем арсенале, когда в моей библиотеке есть прародители подобного рода движений. Это неплохо, да, я сейчас не затрагиваю тему морально-этических аспектов, да, я здесь не судья, на это есть свой покупатель, на это есть свой потребитель, тем более, что мои подписчики сказали, что данный бренд продается очень часто на маркетплейсах с большой-большой скидкой. Да, сейчас цены на данный бренд немножечко подросли, и вот 33 миллилитра, я вот недавно смотрел, стоит от 4,5 тысяч до 6,5. Дорого ли это? Вот за 6,5, конечно же, дорого, но за 3, за 4 тысячи имеет смысл на существование, тем более, что здесь такая безумно красивая подача, здесь прям такая, ну, нишевая, да, очень аскетичная, очень цепляющая взгляд, но все-таки очень приятная. Ну что, давайте, собственно, приступать. Мне заслали две новиночки, две новиночки, и почему я сегодня вам рассказываю про данный бренд, потому что, когда мне в прошлый раз менеджер написал о том, что не хотели бы взять аромата на обзор, я сказал, что нет, но когда у вас появится что-то свое, что-то самобытное, все то, что я могу смело сказать, что не похоже на то, что есть на рынке, что-то уникальное, индивидуальное, я обязательно сниму видео, и если мне понравится, я похвалю. В общем, этот день настал. Две недели назад со мной опять связалась менеджер-девушка данного бренда, и сказала, Николай, у нас таки появились работы новые, самобытные, да, ни на что не похожие, с участием именитых парфюмеров будете ли вы брать? Я говорю, в чем вопрос? Конечно, присылайте. В общем, с этими ароматами я походил, я разносил их и в дождь, и в дождь, и в жару, и в духоту, да, вот эту вот московскую, которая у нас настала, я вот сейчас даже сижу, у меня по спине бежит кот, но, слава богу, вы этого не видите. Вот, я давал эти ароматы своим знакомым, показывал им презентацию, коробку, упаковку, в принципе, все остались довольны. Да, я все-таки ратуюсь за то, что если бренд создает, идет по пути наименьшему сопротивление, бренд-синоним как раз-таки такой, да, 99% на сегодняшний день их ароматов, это переработанные хиты, вы даже не переработаны, слушайте, они действительно сделаны, я слушаю на самом деле все то, что они упускали, потому что данный бренд, помимо того, что он продается на маркетплейсах, помимо того, что у них есть свой собственный сайт, он еще продается в аэропортах, на секундочку, либо аэропортах, и он продается во всевозможных бутик-шоурумах, вот в частности, на бутик навсегда, там представлены эти работы, если что, да, не знаете, где послушать, идете, слушаете, смотрите, чего, как, зачем и почему, очень-очень похоже, да, есть небольшие отличия с популярными венями, да, вы там найдете и Бакару, и вы там и найдете, скажите мне, Квентин, да, ну понятно, на что это похоже, но я не совсем та публика, я не совсем тот человек, который бы этим пользовался, а вот сегодняшние две работы оставили только положительные впечатления, и действительно, я могу сказать, что продукт годный, и я ратую за то, что когда бренды уже создали какую-то свою базу, фан-базу, да, свою портфолио, не боится экспериментировать, потому что подобного рода ароматы, которые не копируют 100% в популярные вене, это игра 50 на 50, да, то есть можно вообще ошибиться, можно оступиться и, собственно, потерять денежки, но я отдаю дань уважению данному бренду. Ну все, наболтал болтологи, давайте, собственно, приступать, ссылочки на все остальное внизу в описании, прикреплю тайм-коды, где, чего, как, зачем и почему. Как это все выглядит, да, бренд не кричащий, здесь нужно говорить уже, наверное, голосом Любови Успенской, но на самом деле, как в меме, да, цвета, оттенки, вот это все, хорошая подача, плотный картон, вот такая вот надпись, которая, наклейка, которая еще информативный блок, закрывающая коробку, коробка поднимается наверх, и внутри, а в ложементе, здесь еще на самом деле была леночка, но она тоже красиво все завязана, никакой упаковки целлофановой нет, но никто без вас эту коробку не вскрой, потому что здесь нужно отрезать, то есть не бойтесь за это. Ложемент, в ложементе лежит 33-миллилитровый флакончик и еще сэмпл, который с палочкой еще одного аромата из этой линейки. Я погуглил, на самом деле у бренда вышло три новинки, которые вроде как не копии, да, которые сделаны с участием именитых парфюмеров, не заслали только две, как говорится, бери от жизни, что дают, и не выеживайся. Презентация, подача, все хорошо, объем очень странный, 33-миллилитра, я знаю один бренд, который заливает свои ароматы также 33-миллилитра, но сегодня мы не про них, лаконичный флакончик, я боялся, что внутри будет плавать живность, потому что аромат разливается на Аромопроме, но мне повезло, никакой живности кусков хлеба, как у других ароматов, которые разливаются на Аромопроме, здесь нет, тоже хорошая вот упаковочка, я люблю вот такую вот минималистичную, брендированные крышечки, на секундочку, брендированный вот этот вот ограничитель, но красиво, да, по презентации, по подаче я ставлю 10 из 10, я такую люблю. Что касается концентрации, здесь у нас заявлено о том, что это экстракт de parfum, на самом деле это немножечко маркетинговая такая заманушка, да, для покупателя, ну, в этом, как говорится, опять-таки, я не судья, я никого судить не буду, но я выскочу свои пять копеек. Концентрация, которая уверяет нас о том, что это экстракт de parfum, на самом деле не говорит нам о том, что композиция будет стойкая, о том, что она будет громкая, о том, что она будет шлейфовая и безумно диффузная. Просто сюда добавили, возможно, действительно большое количество душистых веществ, но говорить о том, что композиции живут 10 суток, да, о том, что они не выветриваются, а то, что все будут ходить за вами целую неделю, говорить, чем от вас пахнет, конечно же, речи не идёт. Отдаю дань уважения бренду. Бренд не пошёл по пути наименьшего сопротивления, да, как это делают другие подобного плана бренда, и не стал бухать сюда шлейфинов и стаинов. Амбро-деревях, по сути, голых амбрацинидов, которые выжигают всё и вся, здесь не положено. Вот у White Widow у меня сегодня будет и от Илье Модерн, это вот хорошие представители доступной, годной парфюмерии, который создал бренд, который хочет показать миру что-то своё, да, что-то уникальное. От Илье Модерн, конечно, не такой стойкий и бронебойный, как White Widow, но во всём по порядку, собственно, давайте и приступать. Ну что, я уже походил, я уже разносил и в жару, и в духоту, и в дождь, давал нюхать своим друзьям, знакомым, он даже давал нюхать эти работы, наносить на себя, слушать, да, как хотите, так и говорите. В принципе, все остались довольны, да. Из минусов, какое? Мне мои подписчики сказали, когда я начал писать о том, что я немножечко не согласен с ценовой политикой, потому что я пошёл на официальный сайт бренда, а там, как говорится, 33 миллилитра, 6500, но мне кажется, это немножко дороговато. Но, опять-таки, большое спасибо моим Заюхинам, моим смотрителям, да, кто меня смотрит, кто-то меня любит. Говорят, что на бренд, на маркетплейсах очень часто бывают скидки, и, в принципе, 33-миллилитровые флаконы можно выцепить от 3,5 до 4 тысяч рублей. Вот за эти деньги, в принципе, за такую упаковку, за такой фарш можно отдать. Тут, как говорится, я кто такой, чтобы осуждать. White Widow. Первая композиция, она мне действительно понравилась. Эта композиция унисекс, вижу спокойно на мальчиках и на девочках. Скорее, эта работа понравится больше мужчинам, мужчинам, которые любят табачные, которые любят пряные, которые любят сухофруктовые, да, немножечко аромата. White Widow, да, такое странное противоречивое название. Я, опять-таки, подготовился в этот раз, погуглил White Widow. Это у нас сорт какой-то гибридный, мариванный, гуглициногенный. Секундочку. И название White Widow здесь не просто так, потому что эта композиция, хоть она и привычная моему носу, я такой аккорд Кумарина, такой аккорд табака и гвоздики слышал миллионов раз других брендов, но здесь парфюмеры, по крайней мере, бренд не остановился на всем готовом. Он немножечко допилил работу, и эта работа хоть и смотрит в сторону табачно-гвоздичных пряных ароматов, но все равно это свое. Старт. Старт это что ни на есть, вот наш с вами кем-то любимый, кем-то нелюбимый гвоздик. Я скажу, что гвоздику пряности я не очень люблю, но здесь она мягкая, здесь она кричащая, громкая, но только 15 минут, но потом она становится более политкорректной, становится чуть менее громкой, безумно приятной, становится какой-то вот ласковой, что ли, давайте ее так назовем. И помимо вот этой гвоздики в самом-самом старте я чувствую табачные ноты. Табачные ноты, даже знаете какие? Табачные ноты не просто какого-то благородного до листа табака, который приехал откуда-нибудь из жарких стран, вот он лежал на солнце и пахнет очень приятно, а для меня это открытая пачка сигарет, потому что помимо гвоздики и вот этих вот табачных нюансов я слышу вот эту вот часть, которая отрывается от сигаретной пачки, вот эту вот даже прослойку, скорее всего, бумажную, которая пропиталась запахом табака. На самом деле табак в производствах немножечко ароматизирует, да, кто об этом не знал, ароматизирует его кумарином. Вот в старте гвоздика, кумарин и вот эта вот какая-то бумажная структура, да, либо картон, либо пачка, либо фольга от сигаретных изделий. Хорошо? Необычно. Но это все не живет вот таким вот табачным кумаром целый день, это немножечко трансформируется и на моей коже, на горячей, в жару, в зной, композиция начинает с течением времени уходить в какие-то сухофруктовые акценты, в какие-то нюансы. Я здесь, по крайней мере, слышу отчетливо чернослив, слегка такой дымный, подвяленный чернослив. И слышу мариванну, которую не принимают по назначению. Я читал обзоры, на самом деле, уже экспертных экспертов, людей, которые пишут те же самые колонки про бренд на той же самой Фарагрантике. Я боялся чего? Потому что, когда писали статью про этот бренд и про эти ароматы на официальном сайте Фарагрантики, здесь говорили о том, что используют Коноплюс мыло. Я никакого мыла в этом аромате не слышу. Для меня это, что ни на есть, очень приятный слад, очень пряный табак, который утопает в сухофруктах. Здесь, вот если постараться, и это только на бумаге происходит, можно вычленить какие-то нотки ревеня, какие-то нотки каких-то других фруктов, но, к сожалению, я в этом не мастак. И эту работу я давал нюхать нашему российскому парфюмеру Галине Степченко. Она сразу сказала, что это табачная композиция, в которой используется конопля, даже несмотря на название, даже не зная, что за бренд. Вот парфюмер разбирается наше, если что. В сухом остатке. Композиция хороша, композиция интересная. Композиция не понравится всем тем, кто, допустим, уже наелся табаков, у кого огромнейшее количество всевозможных табачных работ в его парах гардеробе, но, тем не менее, композиция, я могу смело сказать, что она уникальна, она самобытна. Очень мягкая гвоздика, да, в старте она такая слегка резкая и кричащая, но потом она становится чуть тише. Приятный кумарин, приятный табак, приятные сухофрукты, вишни не пахнет, чем-то мерзким не пахнет, амбранцидином не пахнет. Можно смело, кстати, на жару. Я носил, ничего страшного здесь не повылазило. На мне эта композиция, скажу сразу, в жару вот просидела на коже 4-5 часов. Если это будет прохладное время года, то уже можно смело приплюсовывать такое же количество времени, то есть где-то часов 5-6 замечательно, замечательно будет сидеть, но мне кажется, что композиция, хоть у них секс, смотрит она все же больше в мужскую степь. То есть мужикам, которые любят табачные работы, которые уважают табак во всех его проявлениях, будет по скидке, можно, в принципе, приобрести, да даже на подарок мужику, да, стоит недорого. Вот такой вот интересном оформлении. Почему нет? Когда да. Вторая работа, конечно, мне понравилась больше, но у меня будет к ней небольшое количество вопросов, почему она такая тихая. Я, когда делал распаковочку в своем телеграм-канале с этими ароматами, уже говорил о том, что эта работа мне понравилась больше. Я от своих слов не отказываюсь. Она действительно, ну, прям нишевая. Она прям действительно хорошая. Вот прошло. У меня этот аромат лежал на блотере спустя 3 часа. Я слышу только какие-то отголоски слегка металлического ананаса и из-за их супер. Все. Мне бы хотелось в эту композицию добавить чуть больше стаинов. Чуть больше. Но, возможно, невозможно было сделать данную работу более стойкой, более шлейфой, по причине того, что композиция просто поменяла свою суть, да, как ее задумывал парфюмер. Про что у нас композиция от Илье Модерн? Слушайте, это хорошо. Это действительно по-нишему хорошо. Эта работа понравится всем тем, кому нужен близко сидящий аромат, чтобы он не кричал, чтобы он не заявлял о себе, но чтобы от вас безумно приятно и благородно пахло. Здесь стопроцентнейший тоже не секс, но мне кажется, что вот эта работа понравится больше дамам. Потому что в старте это очень приятный косметический, пудровый, даже какой-то вот тоже картонный ирис. То есть необычное сочетание. Это не пахнет морковью, это не пахнет корнеплодами, это не пахнет каким-то бронебойным, зубодробительным, старческим ирисом, это не пахнет губной помадой, это пахнет косметическим ирисом, пудровым, безумно приятным, очень необычным. И этот эффект я бы, конечно, хотел немножечко пролонгировать, чтобы он хотя бы держался час, потому что он очень быстро проходит. То есть спустя 30-40 минут от ириса не остается и следа, и после ириса, вот просто шок-контент, вылазит ананас. Слушайте, вылазит ананас, который, знаете, вот ананас, я не могу сказать, что он пахнет как, который я уже знал, он не пахнет металлом, он не пахнет слишком гипернатуралистично, как-то съедобно. Вот, скорее всего, знаете, это цукат от ананаса, который положили на какую-то виниловую пластинку. То есть по факту это ирис, пудровый, косметический, уходовый, это винил, та же самая виниловая пластинка, и очень приятный ананасик. Ананасик с эзоисупером, мерзко не пахнет. Опять-таки амбр деревяшек нет, но просто хотелось бы чуть побольше стаинов, чтобы эта композиция хотя бы шлифила. Просто у нее еще проблема какая? Здесь, как такового громкого, ясного шлейфа, да, на расстоянии вытянуты руки, вы не увидите. Ей нужно обливаться, но, возможно, в этом была задумка. Вот такая вот отельерно-модерническая история, да, в экстракте парфами. Хорошо, будет, если у меня возможность, я обязательно закажу себе и мандарин, даже за свои деньги. Мне мои подписчики говорили о том, что у бренда появились, я у них на сайте тоже видел тревелы, но, по-моему, я не видел тревелов вот с этими новинками. Эти новинки выходят только вот в упаковках по 33 мл. Резюмируя, продукты годные, продукты интересные, продукты в качестве подарка, мне кажется, вот имеет место быть. Кому эти ароматы не нужны? Если ваши полки ломятся от большого количества всевозможных бронебойных, ультрадорогих, да, прям такой люксовый люкс брендов, это, конечно, история не для вас. Но когда, допустим, вы хотите как-то разнообразить свое парфюмерное поле, разнообразить какое-то свое новое видение, приобрести, попробовать, почему нет? Хороший, интереснейший, но, к сожалению, не громкий ирис, да, пудровый, уходовый. На даму, мне кажется, отлично сядет. Эта композиция понравится всем тем, допустим, кто любит аромат от бренда Нирвана, от бренда Франк Баклей под названием Нирвана, всем тем, кто любит мягкие, политкорректные, уходовые, пушистые, пудровые ирисы косметические, и понравится всем тем, кто ищет, допустим, необычное сочетание, потому что я вот доселе никогда не встречал, чтобы ирис плавно переходил в ананас. То есть, это для меня переоткрыватель, почему я вам сказал, что немножечко удивил меня этот бренд. Хорошая история, вот Atelier Modern, но для меня, для горячекровного, для горячекожего, не совсем стойкая. Хотелось бы побольше жира, хотелось бы, конечно, побольше стойкости, но это вот моя, наверное, единственная придирочек, и вторая цена 6500 дороговато. Все-таки вот 4, да, 4,5 имеет место быть за 33 мл в таком оформлении. Вот в этом виду, конечно, оставил более положительное впечатление о себе, да, за счет своей стойкости, за счет своей громкости, за счет своей цепкости, но такой они все поймут, да, не все любят у нас гвоздику. Хотя летом гвоздичные ароматы, наверное, одни из самых профитных, потому что комары у нас боятся гвоздики, но это не пахнет как репеллен, то есть не бойтесь, это все равно пахнет как парфюмерия. Ну что, хорошо, все хорошо, хорошо по убранству, хорошо по упаковке, хорошо по ароматам, я могу смело вам порекомендовать по крайней мере эти две работы. Про мандарин я ничего не знаю. Если пробовали этот аромат, мандарин, да, из этой же трилогии, не похожих на другие ароматы, которые выпустил нам бренд, то обязательно напишите, черканите. Мне понравилось. Оставлю обе работы у себя, никому их не подарю, буду с удовольствием носить, попробую еще ирис в прохладную погоду, да, возможно по осени на теплые какие-нибудь согревающие ткани эта композиция звучит иначе, но вот московскую 35-градусную жару, прям хтонь, когда пост себя течет, тоже в принципе имеет место быть, но 2-3 часа, не больше, не больше. Эффект вот такого чего-то ухода, да, как будто помылся хорошим гелем для душа, да, который пахнет очень приятно косметически, и вот в принципе, что еще от парфюмерии надо. А вторая работа, конечно, да, в жару, вот это вот прям у нас кумарин, кумаринище с табачищем, с вяленым у нас, с чудным черносливом, давало мне немножко прикурить, стойко, громко, хорошо и интересно. Ну, в общем, вот, напишите, какие ароматы у данного бренда есть у вас в личной коллекции, чем вы, в принципе, довольны, чем вы недовольны, я попытался максимально понятно разжевать, все плюсы, все минусы, цены, да, копирование идеи, вот это все, я остался при своем. Все то, что выходило у бренда до мне до сих пор не нужно, я их не буду брать на взор, даже если будут предлагать, а все то, что будет выходить, по крайней мере, необычные, да, какой-то замес, я обязательно буду показывать на своем YouTube-канале. Все, всех обнял за хруст и безе, любите себя, берегите себя, пользуйтесь классной, крутой парфюмерией, с вами был бренд под названием Синоним, Синонайм, и я ваш Николай, увидимся совсем-совсем скоро, надеюсь, обнял, и до новых встреч, пока-пока.